всем привет пришла вот такая вот новость мы знаем что уже одно сообщество стиме блокиру роспотребнадзор и вышла вот такая вот новость я обескуражен да и в прошлом году говорили о возможной блокировки steam и вот вопрос steam могут заблокировать в россии в ближайшие часы и дни давайте вам покажу скриншот этой новости ссылаясь на источник спорта экспресс где steam пишут что steam могут заблокировать в россии роскомнадзор внес сообщество магазинов список запрещенных сайтов вот это да steam может перестать работать в россии но пока все работает да и бог чтобы работал но если наше государство вздумает заблокировать сообщество steam ничего мы найдем пути выходы чтобы смотреть это steam ничего хорошему это не приведет просто мне подшатнется доверие к нашему государству лично меня я покупаю через steam игры покупаю игры очень хорошие для своей дочки я покупаю игры для себя покупаю нормальные игры футбольную игру для своей дочки детские игры там есть нормальные игры из-за какого-то непонятным сообщества даже там находилась внутри steam а там занимался не очень хорошими делами блокирует все вот эту игровую индустрию по названию steam это преступление перед гражданами российской федерации в том числе передо мной перед всеми игроманами поэтому я считаю этого делать я не советую государству нашему потому что много станет недовольных и что до месяца подсказывает что скоро и не за горами youtube блокировка это тоже я бы не советовал этого делать вы создавайте нормальные игры вам это уйдет лет пятьдесят вы ничего делать не умеете 80 такие игры не сумеете создать у нас нет технологий зачем блокирует steam я не понимаю но идут разговоры если идут такие разговоры извините дым без огня не бывает я сказал свое личное мнение они довольны будет очень много даже в очередь будут выстраиваться вот что пишут нам steam может перестать работать в россии по крайней мере на это указывает новая запись в реестре роскомнадзора там появился адрес sim community.com с указанием в реестр по запросу МВД от 22 февраля я советую самому роскомнадзору заняться лучше почему дзен не дает нормальные показы сколько зарабатывает толоконников за счет нас давайте проверяйте почему рутуб до сих пор не са не стал аналогом youtube почему дзен так плохо работает почему у нас нет аналога тиктока тиктока твиттера вот на чем надо работать вот они искать внутри стима там каких-то и все это блочить нет они пока еще только внесли а это только начало что доме сидечка подсказывает что они могут заблочить но извините стим нормальной индустрии и блочить и я бы не советовал потому что очень много будет недовольных да и если так подходить чисто человеческой точки зрения там нормальные игры да если ва там какие-то непонятные игры есть блокируйте эти игры вычеркивайте его делайте недоступными нашей стране но там футбол детские игру нормальные игры есть но и все блочить как говорится вот эту стим я бы не советовал ну да случае блокировки пользователями из россии придется не сладко это точно я уже высказываю свое недовольство а сколько еще вы скажу перестанет работать торговая площадка мастерские модов и многие другие функции впрочем о каких-либо сбоях в работе сервиса информация пока не поступало и дай бог чтобы не поступила вот такие вот дела ребята ушки идут плохие очень новости чем ближе к выборам нашим президентским тем много сюрпризов преподносится я надеюсь что все-таки путин не допустит блокировки steam блокировки youtube а потому что у нас нет аналогов этих сервисов и по каким-то надумным по надуманным причинам я бы не советовал этого делать потому что вас станет много недовольных в нашей стране вот и все да есть подходить youtube хорошая площадка стим хорошая игровая площадка и блочить по каким-то надуманным причинам это знаете грешок перед нашими гражданами вот и все я бы этого не советовал делать адача скажут насчет мы два была уже новость что в россии будут разрабатывать новую футбол менеджер фифа ребята этого серьезно лет 50 будете это делать потому что вот эти игры разрабатывались иностранными корпорациями туда вливали миллиарды долларов если не триллионы создавали ее не за один год вы так думаете так ближайшее время вы создадите да нет конечно не надо изобретать велосипед игры мы делать не умеем конечно можно разрабатывать делать свои аналоги то я приветствую нормально но пока не стоит закрывать пока у нас своего нет и тем более надо все равно как-то за границей контактировать вот и все я считаю что это плохо будет если мы заблокируем стим до игроманы станут очень но мы найдем способы как в тихую заходить стим вот и все вспомните когда горбачев вводил сухой закон ну что победили алкоголизм нет конечно и это не победим потому что бесполезно с этим бороться надо просто вычеркивать ненужные оттуда и все а если это там большинство си игр хорошие и блокируйте за какие-то пару серых там сообщества и игры это бесполе это это просто преступление не считаю что этого делать нельзя и не нужно надо здраво подходить к вещам вот и все я душу мое мнение многие поддерживают сейчас игроманы я вам советую всего обращаясь к игроманам где пишите письмо путина чтобы не блокировали steam делайте ролики посты статьи пишите на эту тему надо показать государству чтобы не трогали steam и когда увидит нас много таких людей как я они сто раз подумать но это сброса конечно было это официальный источник извините пока не пишу будут точно блокирует но уже мысль такая зарождается я сослался на источник спорт экспресс извините это очень серьезный источник вот и все да по моему спорт экспресс дайте вам еще раз скриншот покажу до спорт экспресс вот перед вами скриншот вот он надеюсь что этого не произойдет раз комнадзору лучше заниматься надо серьезными вещами внутри россии они за пределами с вами был русал михайлов политобозреватель подписываемся на мой youtube канал на мой дзен канал ставим лайкосики не забываем нажимать на колокольчик и пишем свои комментарии что вы на эту тему думать до скорых встреч пока пока